Нужно думать, наверное, как жулик, чтобы пойти по его следам, найти его следы. Уникальная возможность пообщаться с экспертом-криминалистом выпала Евгению Носову. В будущем он планирует поступать в юридический институт, поэтому пришел с большим списком интересующих вопросов. А что вы бы могли посоветовать школьникам, которые в будущем хотят работать экспертом-криминалистом? Школьникам что посоветовать? Ну, в первую очередь учиться, если уже определить для себя дальнейший такой жизненный путь, связанный со службой в полиции. Алексей Белусов уже 7 лет собирает улики с мест преступлений. Считает, что подобные встречи с юным поколением необходимы. На них ребята могут лично узнать о нужных навыках. Спортом тоже нужно заниматься, чтобы иметь хорошую подготовку, потому что работа эксперта, она, конечно, не настолько опасная, как работа полиции, уличной службы, тех же нарядов ТПС и ДПС. Но, тем не менее, никогда не знаешь, где и что тебя ждет. Капитан полиции рассказал о главном инструменте в своей работе – криминалистическом чемодане для изъятия следов преступлений. Юный нефтьюганец с удовольствием попробовал свои силы в дактилоскопировании и с помощью специальных порошка и кисти обнаружил отпечаток своей руки. Вот мои следы становятся виденными. А вот мои следы становятся виденными. Вот такой процесс выявления следов рук. Я собираюсь поступать на юриста, и для меня эта профессия очень интересна. Я в рамках акции посмотрел, как тут все происходит и очень много нового узнал. Евгений также снимал видео о самой встрече для размещения в социальных сетях, чтобы друзья и одноклассники тоже смогли познакомиться с работой полиции изнутри. Алина Ширина, Рамиль Аскаров, телерадиокомпания «Юганск». И такова, как мы нехтомы подкривалияет.